Деньги с нуля Еще до перестройки я руководил небольшой бригадой фотомастеров В нее входили лаборанты фотоателье и разъездные фотографы Зарплаты и приработок были у всех и позволяли иметь средний по тем временам достаток Все получали процент от выручки Хотелось большего Но для этого необходимо было резко поднять выручку Увеличить количество клиентов И мне удалось найти решение И мы сейчас, желающие, могут воспользоваться Однажды на загородной трассе спустилось колесо моего горбатого запорожца Пока камера вулканизировалась, я смотрел на проходящие одна за другой машиной и думал А ведь какая бы была колоссальная выручка, пожелая владельца этих машин сфотографироваться Через несколько минут в голове созрел план, который впоследствии был осуществлен и увеличил выручку коллектива в четыре раза Происходило это так У трассы вставал фотограф с фотоаппаратом У него были два помощника с зелеными повязками на руках и с эмблемой на них СБ Служба быта В руках жезл госавтоинспекции Водители останавливались, думая, что это зеленый или еще какой-нибудь патруль А узнав, что им всего лишь предлагается бытовая услуга И никто не собирается придираться, наказывать, проверять С удовольствием вставали у передних номеров своих машин и фотографировались Сообщали адреса, куда фотографии выслать наложенным платежом Вот такой услугой были перекрыты все крупные трассы, ведущие к Новосибирску в течение полугода Потом машины стали часто попадаться уже получившие такую услугу Но и за эти полгода бригада успела заработать довольно приличную сумму Потом я придумал операцию фотосъемки частных домов С подтекстом, ну как на открытках Мой дом родной Отчий дом Ну и тому подобное Бригада перефотографировала огромное количество домов Спрос был очень большой Поэтому фотограф не спрашивал желания, приехав в населенный пункт Просто шел по улице и фотографировал все дома Потом почтальоны разносили фотографии и собирали деньги Люди отправляли эти фотографии своим детям И многие говорили, что они вызывают желание у детей приехать погостить У объединения Новосиб Облфото возникали проблемы с выплатой зарплаты бригаде Так как она, ну по мнению администрации того времени Превышала все разумные пределы Но поделать ничего не могли Так как процент от выручки был у всех одинаков А с первых дней перестройки наша бригада отделилась от объединения Образовался самостоятельный кооператив Меня избрали председателем Теперь можно было работать более свободно Сформировать первоначальный капитал И заняться более масштабным делом Я стал думать, чтобы еще такого предпринять для увеличения дохода Однажды разговаривали со своим знакомым из института теоретической прикладной механики Он жаловался Зарплату задерживают Лабораторию хотят закрыть Ну куда идти? Что делать? Никому мы теперь не нужны А что твоя лаборатория делала раньше? Спросил я Да пленку термоиндикаторную Теперь она никому не нужна Ну а для чего эта пленка? Да для разного Отвечает И достает из кармана кусочек черной пленки На! Говорит Я взял кусочек этой пленки А он Кусочек Вдруг весь позеленел под моими пальцами Я его даже отбросил Что за гадость такая? Зеленеет Надо руки помыть, говорю ему А он мне и отвечает Да не беспокойся Она просто под воздействием температуры твоей руки Цвет поменяла Но она так реагирует на изменение температуры Если бы температура была выше нормы Она бы покраснела А при нормальной температуре Пленка имеет вот такой вот Зеленоватый окрас Идея созрела быстро Мы стали выпускать плоские термометры Стресс-индикаторы На красиво разрисованные картонки С квадратиками разных цветов Напротив которых стояли цифры градусов Соответствующие цвету Наклеивали кусочек пленки И получалось изделие Реализовывали мы свою продукцию По многим регионам Советского Союза Кооператив расширился Зарплата у всех приличная Начал вкладываться тот самый начальный капитал В кооперативе И лаборатория институтская не в накладе осталась Так как деньги стало приносить институту Мы две машины на кооператив приобрели Аппаратуру А тут случай помог сделать неимоверный рывок Как-то прихожу днем в контору Кооператива и вижу На одном телефоне секретарша моя слушает И что-то записывает На другом уборщица Ну в конторе всего два телефона было Они только трубку на рычаг Как снова звонок Ну потом секретарша говорит Третий час звонки не прекращаются Одни за другим Без перерыва Все просят наши термометры и стресс-индикаторы А один ругался, говорил, что мы Жлобы доперестроечные Если хотим цену повысить Он готов по повышенным ценам партию закупить И все просят большими партии Готовы предоплату делать В начале перестройки в нашей стране Как вы помните, был Рассвет китчевой продукции Спросом пользовались Пластмассовые клипсы Плакаты разные Календарики с полуомноженными девушками Все хватали это как плумные Наша продукция на таком фоне Конечно, выглядела суперновинкой Но ведь мы выпускали ее уже полгода А тут вдруг такое резкое увеличение спроса Прямо ажиотаж Что-то произошло Ну что Оказалось Накануне этого дня Вечером По центральному телевидению Комментатор Международник Цветов Рассказывая о Японии Сказал Японцы народ изобретательный И в качестве примера Показал японский стресс-индикатор Он был похож на наш Вот так я впервые на практике Узнал о значении рекламы И что такое везение Цех нашего кооператива Работал в три смены Упаковку, обрезку, доработку продукции Делали на квартирах наемные работники Доход неуклонно возрастал Приобрели прогулочный теплоходик Я решил выпускать еще и сейлки Для фермерского хозяйства Зафрахтовали большой пассажирский теплоход Для организации бизнес-туров Торговых экспедиций В районы Крайнего Севера Разрушающая сила Возглавляя свой первый кооператив Я смог убедиться на практике Какой разрушительной силой Сокрушающей любое материальное благосостояние Может стать нарушение человеческих взаимоотношений И нетерпимость друг к другу Потом узнал, что именно по этой причине Распадаются многие коллективы И начаться все может Из-за пустяка Так это и произошло в моем кооперативе Раскололо его Заодно разрушив и несколько семей Вот до сих пор не могу понять Как противостоять этой силе Возникающей спонтанно И не поддающейся здравому смыслу Началось все с того, что я решил приобрести Загородный дом с усадьбой Поручил это сделать Исполняющему обязанности за входы И снабженца кооператива Алексею Мишунину Он оформил все необходимые документы Купли-продажи Я поехал, посмотрел Большой дом 20 соток земли Баня Гараж Теплица Лишними, правда, были овцы и корова Но Мишунин сказал, что хозяевам Нужно было срочно уезжать И они хотели продать все сразу Ну, корм для коровы есть А с женщиной из поселка, которая будет приходить доить Он уже договорился Через день я собрал собрание членов кооператива Сообщил о приобретении Пояснил цель приобретения Дом этот предназначался для приема гостей Отдыха членов кооператива Проведения праздников Необходимо было всем вместе Все благоустроить в хозяйстве И сделать ремонт В доме Мужская половина кооператива Поддержала идею с большим воодушевлением А вот Женщины Стали о чем-то шушукаться между собой И неизвестно, кто из них зародил крамулу Их шушуканье подытожило Взяв слово от имени женщин Моя жена Сказав Что я и мужчины кооператива Переступили все мыслимые границы Приличия по отношению к женщинам Мы наравне с вами в кооперативе работаем Выступила она Потом по дому уборка На кухне у плиты каждый день С детьми Вам этого мало? А теперь вы хотите, чтоб мы еще и в загородном хозяйстве Ишачили, ремонт делали А потом приемы ваши Попойки обслуживали И понеслось Женщины выплескивали на мужчин кооператива Свои личные, семейные и иные неудовлетворенности Это я понял, когда одна из них выкрикнула Вам только в домино стучать Да в телевизор пялиться А в кооперативе нашем никто из мужчин Вообще в домино не играл Это ее муж, пожарник, играл Но он у нас не работал Но особенно понесло Жен работников кооператива Одна вообще с дур Прямо при всех выпалила своему супругу От тебя потом да дешевыми сигаретами всегда воняет Ну да, он приму любил курить Так теперь еще и навозом будет вонять Наступила пауза Муж сдавленно воздух глотает Покраснел и произнес Ну а я специально навозом пропахну Специально, чтобы ты, похотливая Не лезла ко мне Она в слезы Женщину утешать Тут же обиженную И еще сильнее их Понесло Разное, обидное стали выкрикивать Женя Колпаков у нас работал Изобретал разные изобретения Увеличивающие производительность Ремонтировал все, что угодно А они ему Изобретатели тут у нас есть Да после таких изобретений Уборки на год Да они и до политики добрались Он, Горбачев выступает А Раиса Максимовна за него все решает Я объявил перерыв Ну, думал, все как-то образуется После перерыва все расселись Внешне сдержанные Но внутренне чувствовалось напряжение Моя жена от имени женщин С напускным спокойствием С ехицей Сделала заявление ультиматум Конечно Если вам хочется загородную резиденцию Пожалуйста Но ни одна женщина туда И ногой не ступит Значит она будет только ваша А так как деньги общие И без нас вы не имеете права их тратить В компенсацию отдайте нам Одну из легковых машин С водителем Специально для домашнего хозяйства Мы по очереди ею будем пользоваться Отлично, раздалось со стороны мужчин Подавитесь Да что угодно отдадим Лишь бы вы там не появлялись Они маш колхозных найдут в деревню Да пусть ищут Маши быстро разбегутся Кому они нужны Никто из мужчин Чьи жены Работали в кооперативе Домой в этот раз Не поехал Была пятница И мы отправились все На нашу фазенду Все осматривали Строили планы по благоустройству В субботу баньку затопили Женщина местная По просьбе Мишунина Пришла Корову подоить Мы смотрели Как она это делает Приятно было Корова спокойная Невертлявая Наша теперь Женщина предупредила Что приходить доить Сможет не всегда Так что надо еще Кого-то подыскать Ну К вечеру в баньке мы помылись Сами себе ужин приготовили Стол получился отличный Мишунин рыбу поджарил Выставили пиво Водку Сели ужинать И вдруг Слышим Это корова, встали и пошли в сарай Время доить, а женщины нет Стоим мы восемь мужчин перед коровой и не знаем, что делать Вообще, кто бы объяснить смог, что иногда с людьми происходит при виде животных Вот живешь, живешь нормально Ни на каких-то там зверюшек внимания не обращаешь И вдруг попадаешь в ситуацию, когда появляется в доме зверюшка Ну, кошка, собака или еще кто-то И возникает к ней чувство у человека, словно к ребенку Беспокоишься, переживаешь, вот откуда это? Может, действительно, первый человек Адам, когда Бог поручил ему определить предназначение всех тварей Смотрел на них, когда определял с любовью И осталась у нас эта любовь в наследство Сидит где-то глубоко и проявляется время от времени Так это или нет, неизвестно Только у всех у нас возникло к этой корове какое-то чувство Да и она к нам тоже что-то почувствовала А от этого вот что получилось Сережа Ходоков говорит Ей, наверное, молоко в имя разрывает Надо что-то делать На Мишунина набросились Зачем, мол, корову приобрел? И в то же время продавать ее жалко За день как-то привыкли к ней, как к родной Корова смотрит на нас грустными глазами Молчит Потом голову в мою сторону вытянула И промычала Как-то просяще промычала И я сказал Мишунину Приступай к доению Немедленно, раз приобрел Мишунин быстро принес подойник Платком повязался И полез через загородку к корове Нас попросил не уходить А то мало ли что Она его подпустила Позволила доить Мы к корове попить принесли Сено подкладываем Хлеба даем Мишунин доит Сначала плохо у него получалось Струйки слабые были Мимо ведра иногда попадали А потом получше стало Минут пятнадцать прошло А струйки все не кончаются Мишунин почему-то шепотом сообщает Пот! Пот мешает! Собрали мы и носовые платки У кого были и Сережа Ходоков полез за изгородку Пот у Мишунина со лба вытирать На корточке рядом с ним присел Смотрит как доение идет И вытирает время от времени Под солба Алексея И вдруг слышим возмущенный шепот Сергея Ты что же делаешь? Ты же корову портишь! С правой руки у тебя хорошая струя А вот с левой в три раза меньше Пальцы! Шепчет Мишунин Пальцы на левой руке не имеют Ты бы лучше помог! Сережа Ходоков подобрался К корове с другой стороны И они стали выдаивать корову вместе Примерно через полчаса Может больше Они надоили целый подовник Мы пили за ужином парное молоко И оно казалось нам лучшим молоком Которое мы пробовали за всю нашу жизнь Рано утром нас разбудила женщина доярка И сообщила, что пыталась подоить корову утром Но та ее непонятно почему не подпускает Мы опять пошли все в сарай Сделали все как вчера И корова стала доиться Ну надо же, говорит женщина Раз уж вы понравились корове Теперь сами доите Такое бывает Одни корову подпускают А вот другие нет А наша корова оказалась очень привередливой Мало того, что она не подпускала Никого из нанимаемых нами доярок Так она еще все время требовала Во время дойки Чтобы кто-то из нас у ее морды стоял И подкармливал Разговаривал с ней А доить должны были сразу двое Следовательно На дойку Мы по трое должны ходить Так и распределились По трое Думали Пока не продадим Но по поселку быстро Разнесла смолва Что корова наша привередливая Покупатели придут Подоить попробуют Не получается И отказываются брать ее Даже за бесценок Правда я еще условия ставил Чтобы не убивали ее на мясо Мы пригласили ветеринара А он говорит Ну такое бывает Животное к кому-то привыкнет Другого долго может не подпускать И что вас угораздило Приучить ее к такому Ничего он нам толково не посоветовал Да еще сообщил Что наша корова стельная Ну беременная значит Надо когда время подойдет Приготовиться к приему Родов Время ветеринар указал примерное Признаком его приближения Будет отсутствие молока Вот так как мужчины Вынуждены были дежурить по трое Мы много времени проводили на фазенде И ночевать там приходилось Убедиться в существовании проблем с коровой Наши жены не могли Так как дали слово Что на фазенду ни ногой И считали рассказы про корову Отговоркой Женщины и жены Работавшие в кооперативе Совсем потеряли над собой контроль Стали отпускать шуточки непристойные Та что говорила о плохом запахе Своего мужа сказала Только таким извращенцем Могла попасться Такая извращенная корова Ну он ей конечно в ответ Лучше буду всю жизнь Доить молчаливую корову Чем слушать твои дурные речи А потом переехал жить на фазенду Позже развелся Женился на деревенской молодой женщине С ребенком И стал неплохим фермером Корова перестала давать молоко Мы по совету ветеринара Все приготовили к родам Но корова родила самостоятельно И без проблем Родила бычка Красивого очень Когда пригласили ветеринара Он посмотрел и сказал Ну надо же И делать ничего не надо Она сама все сделала Теперь чистоту только поддерживайте И кормите хорошо Впоследствии нам удалось Определить в хорошей руке И корову И бычка Мы ходили смотреть Каким красавцем он стал Наш бычок Ну с коровой все определилось И сейчас о ней вспоминается Интересно вспоминает ли она нас С коровой то определилось А вот взаимоотношения в кооперативе Восстановить Не удалось Тогда я разделил кооператив Организовав еще одну фирму А сам на зафрахтованном теплоходе Стал уходить в длительные Коммерческие рейсы По реке Аби На север В перерывах между рейсами Проводил бизнес-туры Для российских и иностранных Предпринимателей А для себя отметил Что непременным залогом успеха Является среди прочего Взаимопонимание в коллективе Вера в способности Не только свои Но и каждого Вера окружающих Умножает Любые способности Предприниматели Гербалаевщики Лишь по прибытии В московский аэропорт Внуково Осознал, что в моем бумажнике Всего 5 миллионов рублей И нет конкретного плана действий Фирма и семья Вряд ли справятся С начавшимися Образовываться долгами И им придется Распродавать имущество А значит Никакой помощи из дому Ждать мне не следует Конечно Выправить положение Мог бы я сам Оставшись в Новосибирске Но для этого Необходимо было Сосредоточиться На повседневных делах фирмы Что оказалось Невозможным После событий в тайге И данного То ли Анастасии То ли самому себе Слова Трудно сейчас определить Воздействие Анастасии Или собственная Осознанность И желание Руководили моими действиями Я осознавал Что разорен По многочисленным Примерам своих коллег Мне было известно В такой ситуации И нечего надеяться Ни на родственников Ни на друзей Ни на бывших работников От тебя все будут Шарахаться Как от чумного Можно побеждать В течение 10 лет И лишь один раз Совершив ошибку Получить презрение И забвение Своего окружения Так было Со многими Известными предпринимателями И в данной ситуации Необходимо надеяться Исключительно на себя И уметь Казалось бы В безысходной ситуации Найти выход Бросив в гостинице Сумку со свитером Несколькими рубашками И еще какими-то Мелкими вещами Я отправился Бродить по Москве Пытался осознать Значимость Сказанного Анастасией Относительно Предпринимателей России Первое, что бросилось Мне в глаза В Москве В этот раз Активность Ажиотаж Герболайфщиков Аккуратно Одетые люди На станциях метро В центре столицы Усиленно предлагают Работу Как они говорят В одну иностранную фирму Прохожих завлекают Обещаниями Больших заработков Возможностью продвижения По службе О том, что речь идет О герболайфе Не говорят Вероятно, потому Что в газете Из рук в руки В рубрике Ищу работу Почти каждое объявление Заканчивается Герболайф Не предлагать Но они С табличками Работа для вас И с помощью Раздачи небольших листовок От какой-то Иностранной фирмы Упорно Приглашают На собеседование Впоследствии Я выяснил Что пришедшие На собеседование Подвергаются Серьезнейшей Психологической Обработке Акценты делаются На два Животрепещущих Для среднего Россиянина Фактора Первый Ораторы Со сцены Объясняют И доказывают На собственном Примере И примере Родственников Что они получили Якобы с помощью Заморского Герболайфа Чудодейственное Исцеление Тем самым Внушая Будущим Распространителям Что они будут Заниматься благородным Делом Лечить людей Система Столь чудодейственна Утверждают Они Что не надо Быть Медработником Просто два Три Занятия Будь ты даже Маляром Штукатуром И пожалуйста Консультируй Больных потребителей Второй акцент Заключается В рассказах С примерами Как можно Разбогатеть Занимаясь Продажей Герболайфа Для этого Нужно купить Сначала За свои деньги Хотя бы Один комплект Найти человека И в устной Доверительной форме Доказать ему Необыкновенную Благодать Если он будет Принимать Герболайф И продать ему Комплект Подороже Также нужно Привлекать Параллельно Новых Распространителей От каждого Привлеченного Будешь иметь Свой процент И чем больше Людей привлечешь Тем выше Будет Твой уровень В иерархии Тем больше Денег Будет на тебя Сыпаться И самому Уже Можно будет Не продавать Герболайф Ну Мне Как предпринимателю Стало Сразу ясно Деньги Действительно Сыплются С золотым Дождем Но только На того Кто сидит Наверху Этой Пирамидальной Системы И на его Ближайших Сподвижников Вся Длинная Цепочка Распространителей Разделенных На так Называемые Уровни Живет За счет Того Что каждый Уровень Делает Свою Накрутку На цену А за все Платит Самый Последний Поверивший В чудодейственность Данного Продукта Больной Потребитель В отдельных Случаах Цена Повышается В 12 Раз Система Жироспространения С помощью Огромного Количества Агентов В устной И доверительной Форме Убеждающих Христиан В чудодейственности Герболайфа На примере Собственного Истеления Действует Безотказно С ее помощью Можно продавать Золу Из печки А заявившему Что она не помогает Сообщить О неком нарушении Системы приема И несоблюдении Специального Режима Эта система Наиболее эффективно Срабатывает Именно в нашей Стране Так как Именно мы Привыкли Наиболее Достоверную Информацию Получать Друг от друга А не по Официальным Каналам Абсолютно Бессмысленно Накасаться Пользы Или вреда Приносимому Людям Герболайфом Это очень Длинная Тема Скажу Лишь одно С полной Уверенностью Весь пыл Рассказчиков Об их Собственном Истелении Пропадет Как только Уйдет Возможность Получения Ими От вас Денег Вот тогда Вы услышите От них Множество Примеров Прямо Противоположных Какая же Это Зараза Система Распространения Разработана На западе Руководят Ею Запада Вовлекая Безработных Россиян Но это Не наши Предприниматели А вот Еще Одна Премудрость Западных Бизнесменов Бесплатный Отдых Магаваев Если Вас Остановят В людных Местах Москвы Элегантные Молодые Люди Иногда С акцентом И Очень Вежливо Предложат Посетить Презентацию Одной Иностранной Фирмы Где Для вас Заказан Будет Столик И Где Будет Разыгрываться Бесплатная Лотерея По которой Вам Предоставляется Возможность Выиграть Золотые Часы Или Бесплатную Путевку На Гавайи Можете Быть Уверен Взяв Бесплатный Билет С щедрой Иностранной Компании Бесплатная Путевка Вам Обеспечена Но Мы Все Хорошо Знаем Поговорку Бесплатный Сыр Бывает Только В Мышеловке Нетрудно Разобраться Как Срабатывает Мышеловка В данном Случае Вы Бесплатно Получаете Возможность Проживания В великолепных Апартаментах По приезду Убедитесь Они Соответствуют Фотографии На буклете Билет На самолет Питание И прочее Обслуживание За ваш Счет Прожив Всего Несколько Дней Поймете Что день Бесплатного Проживания Обходится Вам Значительно Дороже Чем Если бы Вы Приобрели Путевку За полную Ее стоимость В другой Равноценный Курорт Все очень Просто Бесплатное Проживание Компенсируется Множеством Наценок На комплекс Услуг И питания К тому же В эти наценки Входит И оплата Стоящих На улице Агентов И так называемая Бесплатная Презентация И буклетики Вам врученные И прибыль Компании Конечно Для тех У кого денег Достаточно Это ничего Не значит Ну Разве Только Неприятное Ощущение Одураченности Может возникнуть Ужасно Другое Когда Средний Россиянин С небольшим Достатком Собрав Все Накопленное К отпуску За год Клюнет На этот Блеф И вместо Того Чтобы поехать К своей Матери Или на Один из Курортов России Отдаст Заморским Умникам Накопленное И проведет В сомнительном Все Все это Все это В глаза Я Вспоминал С каким Уважением И Подопострастием Встречали мы В начале Перестройки Иностранных Предпринимателей Как устраивал Я для них На своем Теплоходе Бизнес Туры По Абии Как российские Предприниматели Старались Помочь Обеспечить Для них Сервис Конечно Среди них Были Разные Люди Но в итоге Что же Получилось Так где же Вы Предприниматели России Те кто Должен Сделать Россию Процветающей Начало Перестройки В самом Начале Перестройки Когда вышел Первый Закон О кооперативах В СССР Для многих Людей Он послужил Как бы Призывом К действию И много Людей Молодых И не очень Но обязательно Энергичных И желающих Действительно Что-то сделать Для себя И страны Словно Кинулись В бой И сразу Оказались В окружении Недоброжелательной Толпы А ту их Кричала толпа Буржуи Наглецы За что Боролись И несмотря На то что Труд Большинства Первых Предпринимателей Требовал Круглосуточной Отдачи Колоссального Количества Энергии Смекалки И находчивости Как бы ты ни работал Что бы ты ни делал Спасибо Ни от кого Не услышь Требовалась Хотя бы Минимальная Поддержка А она Могла быть Столько При общении И взаимодействии Друг с другом Тогда и возникла Словно Из воздуха Идея Создания Союза Кооператоров СССР Организация Что Начиналась По-видимому Внутренняя Ситуация Становились Вне закона Многочисленные Попытки Объяснить На разных Уровнях Абсурдность Существующего Налогобложения Успехом Не увенчались И не могли Увенчаться Так как Те Кто Вводил Эти налоги Пусть это Будет Лишь Моим Предположением Лучше Других Понимали Невозможность Их Выплат Но Это Именно Это И нужно Было Им Для чего Для Власти Для Рэкета Любого Кто посмеет Высунуться Можно В одно Мгновение Стереть В порошок С помощью Налоговой Инспекции Или полиции Поставить Вне Закона Мне Стало Обидно За первых Предпринимателей Перестройки Из-за Сегодняшних Предпринимателей России Решил Что-либо Сделать Для них На что Хватит Сил Я Пришел В Лигу Кооператоров И предпринимателей России Которую Возглавлял Выбранный Нами Еще в Начале Перестройки Академик Восхнил Владимир Александрович Тихонов Сохранилось Помещение Где Базировался Президиум Лиги Но многие Кабинеты Пустовали Владимир Александрович Умер Полтора года Назад Там же Мне сказали Что полгода Назад Был отравлен Председатель Круглого Стала Бизнеса Иван Иван Кивелиди Отравлен Его Секретар Артем Тарасов Из Лиги Ушел Членство В Лиге Резко Уменьшилось Меня Знал Один Из трех Оставшихся Работников Аппарата Лиги Поэтому И был Предоставлен По моей Просьбе Один Из Свободных Кабинетов Два Телефона Компьютер И факс Никаких Средств В Лиге На Орк Работу Не было И действовать Необходимо Было Самостоятельно В этом Кабинете Я и ночевал Чтобы сэкономить Время И на гостинице Приход Уборщицы Поднимал Меня В шесть утра Осутствие Телевизора Позволяло Работать До двенадцати Ночи Резкий Переход В условиях Быта От Комфортабельной Каюты По звонку Из которой Могли принести Все что угодно Из еды Спиртного К неприспособленному Для проживания Кабинету Абсолютно Никак не смущали И даже Создавали Большие возможности Для работы Я продумывал И писал Положение Сообществ Предпринимателей Составлял Письма Обращения И отправлял Факсы По утрам Когда связь На предприятиях Не загружена Разными путями Используя Объявления В газетах И случайные Встречи Собрал Секретариат Из москвичей Разных профессий Осознавших Значимость Предстоящего Сообщества Предпринимателей России В число Секретариата Вошли И три Московских Студента Сначала Пришел Антон Николайкин Чтобы отремонтировать Сломавшийся Компьютер Он же Потом Узнав О работе По организации Сообщества Привел Своих друзей Артема Семенова И Алексея Новичкова Они Начали Работать Над Электронной Версией Золотого Каталога России И смогли Сделать Программу На Высокопрофессиональном Уровне Сообщество Предпринимателей России Идея Сообщества Заключалась В том Что В него Должны Были Войти Предприниматели Фирм Проработавшие На Российском Рынке Не Менее Года Искренне Стремящиеся К честному Партнерству Как По отношению Друг С другом Так И с теми Для кого Они Работают А Также Со своим Коллективом Представители Разных Общественных Формирований Пытались Убедить Меня Что На Сегодняшний День Предприниматели Стали Пассивны Ко всякого Рода Объединения Что Эйфория Веры Прошла И что В разного Рода Объединениях Куда Любой Запросто Может Вступить Заплатив Небольшие Взносы Все же Катастрофически Уменьшается Членство Тем Самым Доказывали Что Организовать Сообщество При Вступлении В которое Повышаются Требования Как К личности Предпринимателя Так И к самому Предприятию Идея Вообще Абсурдная Узнав О моем Приезде В Москву И О затеянном Пришел На один Из круглых Столов Мой Старый Знакомый Артем Тарасов Он Подключился К работе Над документами Сам Написал Обращение К предпринимателям России Выложил Несколько Тысяч Долларов Чтобы Достойно Оформить Документы И Раздать Их На Собираемом Ассоциации Съезде Малых Предприятий Но Организаторы Съезда Решили Не допускать Раздачу Материалов О сообществе Бояс Вероятно Конкуренции С нашей Страны Тогда Секретариат И студенты Рассредоточились У входа В гостиницу Россия Стараясь Вручить Делегатам Папки С документами Они Упорно Стояли На холоде Отгоняемые Милицией Решившие Что идет Какая-то Торговля Артем Тарасов Папку С документами Но К сожалению Лишь Небольшую Часть Операция На которую Возлагались Надежды Сорвалась Организация Сообщества Становилась Невозможной Дело В том Что Для доведения Информации До предпринимателей Регионов Об организации Сообщества Его принципах Структуре Требовала Сумма На типографские Почтовые Расходы Порядка Полумиллиарда Так как Положительная Реакция На предложение Была У 10% От получивших Материалы Такой Суммы Не было Из Поступивших Взносов Руководство Лиги Забрало Часть Суммы Себе На аренду Помещений Так как Другого Источника Доходов У них Не было Видя Что происходит Какая-то Заминка Лигой Прекратилось Вообще Выдача Денег На Орг Расходы Несмотря На то Что Перечисляемые Предпринимателями Суммы Предназначались Именно Для финансирования Орг Расходов Поступающую От принимателей Средства Руководство Лиги Вынуждено Использовать На Хоз На хоз Нужды Задерживается Зарплата Секретариата Сообщества Мне пришлось Уйти Из лиги Оставив Там Второй Компьютер Приобретенный На средства Предпринимателей Вступивших С сообщества Ну как же Так Недоумевали Студенты Фактически За свой счет Подготовивший Ряд Компьютерных Программ Мы Делаем Работу Которая И должна Выполнять Согласно Уставу Это Общественная Организация А нас Расценивают Как арендаторов И плевать Им Над Предпринимателей Ну У аппарата Лиги Были Свои Аргументы За Аренду Помещения Нужно Платить Я Пытался С остатками Секретариата Продолжить Работу От Профсоюзов Предпринимателей Но Ситуация Повторилась И тогда Я Ознакомившись С рядом Общественных Объединений Вдруг Увидел Что Все Они Не имеют Названия Но В России Нет На сегодняшний день Общественной Организации Объединяющей Серьезное Количество Предпринимателей Осуществующие Похожи на Так называемые Диванные Партии Ну Это не Относится К ассоциации Фермерских И крестьянских Хозяйств Возглавляемой Башмачниковым Ну Может быть Еще К кому-то Но В основном Это Так Причины Среди прочих Считаю И обезличенность Взносов С созданием Некой верхушки Которая Тут же Начинает Выступать От имени Предпринимателей Не советуясь С ними И тогда Я ушел Из профсоюзов Остался Без средств Связи И Каких-либо Средств К существованию К этому Времени Артем Тарасов Уехал В Лондон Он Пытался Баллотироваться В президента России Еще При сборе Подписей Затратил Несколько Миллиардов Рублей Но Когда Центр Избирком Забраковал Часть Подписей Артем Вынужден Был Заняться Поправкой Собственных Дел Москвичи Работавшие В секретариате И не получающие Никакой Заработной Платы Вынуждены Были Покинуть Его Я Остался Один Вернее Будет Сказать Подумал Что Остался Один Но Начатое Дело Не собирали Составлять Три Москвича Студента Антон Артем И Леша Антон Из своих Средств Собираемых К отдыху На каникулы Оплатил Месячную Кварплату Снятые Для меня Квартиры Они Ждали И хотели Чтобы я Искал И нашел Выход Из создавшегося Положения И продолжил Работу Над созданием Сообщества И захватила Сама идея Они поверили В нее Но я Видел Лишь Тупик Вот В такое Время И подоспела Весть Из Новосибирска К Само Само Убийству Приехавший По своим делам В Москву Человек Из Новосибирска Пришел Ко мне Вечером Принес Бутылку Водки Закуску Мы Сидели На кухне Снимаемой Мной Однокомнатной Квартире И он Рассказывал О положении Дел В моей Семье И Фирме Они Были Плачевны Фирме Пришлось Отказаться Из-за Нехватки Средств За арендную Плату От одного Из Офисов В центре Города Прекратил Функционировать Магазин Запчастей Для автомобилей Работники Фирмы Попытались Заниматься Торговлей Обувью Но Итог Их Деятельности Увеличение Долгов Ответственность Вся Ложилась На меня А ты Тут Занимаешься Неизвестно Чем Многие Считают С ума Сошел Сначала Нужно Было Положение Дел В фирме Выпровить Выпровить Потом Уж Заниматься Этим Своим Непонятным Делом Да Да В тебя Там Уже Никто Не Верит Когда Мы Допивали Бутылку Он Спросил Меня Вот Хочешь Я Честно Скажу Чего По моему Мнению Ждут От тебя Говори Ответил Я Чтобы Ты Покончил С собой Или Исчез Навсегда Ну Сам Посуди Безначального Капитала Сейчас Вообще Никакого Дела Начать Невозможно А у тебя Не то что Начального Капитала Нет Жрать Не на что Да и Долги Скопились В мире Нет Аналога Чтобы Из такой Ситуации Кто-то Выкарабкался А не Станет Тебя Все Спишется Смертью И Остатки Имущества Разделят Жена Твоя Говорит Что Ты По Гороскопу Лев Не Все Время Жизнь Расточительную Вел А Умереть Должен В Нищете Вот Как В Гороскопе Ну Че Ты Пошел Во Вторую Экспедицию Вот Никто Понять Не Может Несмотря На То Что Мы Были Изрядно Выпившими Утром Я Все Же В Подробностях Вспомнил Разговор Да Его Аргументы Были Весомые Убедительные Тупик В Новосибирске Тупиковая Ситуация Здесь В Москве И Везде Страдают Работающие Рядом Со Мной Люди Страдает Семья Найти Выход И Исправить Все Я Не Могу Потому Что Выход Не Существует А Прекратить Эти Страдания Может Моя Смерть Конечно Самоубийство Это Нехорошо Но Но Логика Происшедшего Говорит Мое Самоубийство Облегчит Жизнь Других И Если Это Так То Он Прав И Жить Я Не Имею Права И Я Решил Покончить С Это Даже Успокоило Меня Отпала Необходимость Мучительного Поиска Выхода Из Создавшейся Ситуации Так Как Я Согласился С тем Что Смерть Это И Есть Выход Я Слегка Убрал В квартире Написал Хозяйке Записку Что Уже Не Вернусь Решил Пойти В профсоюз И Привести В порядок Бумаги По Сообществу Кто Либо Пусть Не Сейчас Позднее Продолжит Эту Работу Вот Только Как Покончить С собой Если Нет Денег На Траву А потом Подумал Что Чтобы Это Самоубийство Не Выглядело Пойду Вроде Купаться Словно Морж В прорубь Нырно И Утонул И Пошел На Станции Метро Пушкинская В переходе Вдруг Я Услышал Знакомую Мелодию Ее Выводили На скрипках Две Молодые Девушки Перед Ними Лежал Раскрытый Футляр Куда Люди Бросали Деньги Ну Так Подрабатывают Музыканты Во многих Переходах Метро Но Эти Две Девушки Их Скрипки Плывущие В грохоте Поездов И шума Перехода Мелодия Заставляли Замедлить Шаг Многих Людей Меня Ж Они Вообще Заставили Остановиться Смычки Скрипок Выводили Мелодию Которую Пела В тайге Анастасия Когда Там В тайге Я Попросил Ее Спеть Что-нибудь Свое Неизвестных Из Мне Песен Я И Услышал Эту Необыкновенную Странную Чарующую Мелодию Без слов Анастасия Сначала Вскрикнула Как кричит Новорожденный Ребенок Потом Ее голос Зазвучал Тихо Тихо И очень Ласково Она Стояла Под деревом Прижав Руки К груди И казалось Что она Голосом Баюкает И ласкает Совсем Маленького Ребенка И что-то Говорит Ему Совсем Тихий Голос Заставил Все Вокруг Замереть И Слушать Потом Она словно Обрадовалась Проснувшемуся Ребенку И голос Ликовал Невероятно Высокие По тональности Звуки Плавно С переливами То парили То взлетали Ввысь Заполняли Пространство Радовали Все окружающее Я спросил У девушек Что вы играли Они Переглянулись И одна Из них Ответила А я Как-то Симпровизировала А вторая Добавила А я Подыграла Здесь В Москве Захваченные Идеи Создания Сообщества Предпринимателей Ставшим Уже Как бы Моим Главным В жизни Шагом Я почти Не вспоминал Анастасию И вот В последний День Моей Жизни Словно Прощаясь Она Напомнила О себе Сыграйте Пожалуйста Еще раз Так Как играли Попросила Девочку Попробуем Ответил Старший Я стоял В переходе Метро Слушал Чарующую Мелодию Скрипок Вспоминал Таежную поляну И думал Анастасия Анастасия Слишком уж Сложно В реальной жизни Осуществить Задуманную Тобой Одно Немножко Немножко По-другому Говорилось Но Как По-другому Продолжая Повторять Я Переставил Местами Слова И получилось Книгу Написать Организовать Сообщество Предпринимателей Ну Получится Все Убеждало Меня В этом Ладно Надо Действовать До конца Местами Время Продолжение следует Переставил Слова Королёв Немножко Слова Немножко Продолжение следует Продолжение следует...